У нас отличные новости, наконец-таки вышла игра Спейскрипта. Она вышла вчера, но вчера было невозможно записать видео, невозможно было поговорить об этой игре, потому что очень много желающих заходило в неё, и сервера не выдерживали, всё лагало, всё падало, и невозможно было нормально поиграть, ну и, соответственно, записать видео. Сейчас же ситуация исправилась, всё работает хорошо, классно, и, соответственно, об этом мы сейчас поговорим, что сейчас именно есть уникальная возможность с этой игрой, а что именно за возможности, что это за такие хорошие новости, мы поговорим об этом слегка попозже, сейчас же давайте вернёмся к нашим суперским мини-конкурсам, в которых вы оставляете комментарии под видео, и один из вас выигрывает рандомную NFT. В этот раз выиграл Илья Мрачук, и, соответственно, смотрим каналы, каналы, у него, у него очень много подписок, и мы находим вот наш AllDrops.ru, и теперь запускаем мы нашу рулеточку, и смотрим, что же выиграл у нас Илья. А Илья у нас выиграл, и запускается рулеточка. Смотрим, смотрим, смотрим. Это у нас DreamCard. Уважаемый Илья, свяжитесь с нами, чтобы получить свой приз, ну, а мы продолжаем, и если вы хотите участвовать в наших мини-конкурсах, то вы должны подписаться, поставить лайк под этим видео, написать осмысленный комментарий, и вы уже участвуете в наших мини-конкурсах, ведь в следующем видео мы выберем победителя, и бог рандома распорядится, какая NFT-шка ему достанется. Ну, а что у нас по игре? Да, разработчики сделали клевый подарок нам всем, и это значит, что сейчас вход в игру стоит в 4 раза дешевле. Да, это будет пару дней, но вы можете купить 15 боксов со скидкой просто 75%. Как это все выглядит? Пока у нас летают там кораблики мои, мы перейдем на другой аккаунт, и вы видите, что 10 боксов стоят 25 токенов. На самом деле они стоят 100, это разработчики сделали такой подарок в честь открытия, в честь запуска игры, и все вот эти боксы, они стоят сейчас в данный момент в 4 раза дешевле. То есть не 10 монет за один бокс, а 2,5. И, соответственно, сейчас 15 кораблей, а вы видите справа, что здесь 15 кораблей максимум, можно набрать одновременно во флот и отправить их в рейд против босса. Все 15 кораблей обойдутся вам всего лишь в 37,5 токенов, и это очень мало, это всего лишь по курсу нашему, давайте смотреть, всего лишь 60 долларов. Сейчас мы переключим на BUSD, и посмотрим, сколько у нас, так, 37,5 токенов. 37,5 токенов это 60 долларов, ну 14,5 центов еще, да? О, сейчас подорожало немножко. В общем, 60 долларов стоит 15 боксов, и, соответственно, с этих боксов может выпасть там, ну в основном, конечно же, это коммонки, но здесь мне выпала и рарка, и суперарка. Чем они отличаются? Ну вот у них есть урон и скорость. Они, чем выше уровень, да, чем выше редкость, тем они побыстрее. То есть спид, скорость у них больше. Видите, у коммонки 3, у рарки 4, у суперарки, соответственно, 5. Немножко урон больше, но не факт. Есть такие коммонки, у которых урон, ну вот, смотрите, 35, а у рарки и суперарки всего 45. То есть не сильно больше, но у них вот эта стамина, стамина Ама называется здесь, она больше, и, соответственно, чем выше редкость корабля, тем дольше он может летать и драться против босса. Игра выглядит таким образом. Вы набираете флотилию, вот здесь у меня все кораблики уже побили, и вот такие боссы, вы летаете, крушите их, и если вы побеждаете, запускается рулеточка, где показано, сколько монеток вы выиграли. Если вам повезет и выпадет все 3 целые монетки, то это 10х вашего приза, и вчера у нас один подписчик, соответственно, выбил такой за один бой, и ему дало сразу 10 монет. Вы можете представить, за один бой получить 10 монет. Это что за окуп такой практически мгновенный, да? И вот так это все выглядит. Вам дается время, здесь таймер, и боссы на увеличение, да? То есть сначала босс 1, 2, 3, 4, и если вы за этот таймер успеваете убить босса, то, соответственно, вы продвигаетесь дальше и бьетесь с более сильным боссом. И если ваши кораблики, вот так вот, как у меня, все, стаймина у них закончилась, они отправляются отдыхать, и босс побеждает, то в следующий раз вы начнете рейд заново. То есть сначала первого опять босса, второго. Почему это так сделано? Потому что чем круче босс, тем награды за него, за победу над ним больше. И, соответственно, если у вас мало кораблей, то есть 15 кораблей, да, вам нужно отдыхать, и вы будете набирать, ну вот смотрите, да, я набрал, получается, 1,73 монеты за 10 боссов за 1 рейд. При этом здесь у меня, давайте посмотрим, давайте посмотрим, здесь у меня всего лишь одна рартка, да, остальные все 14 кораблей это коммонки. Вот так вот я открыл 15 боксов, это, в принципе, нормально, очень много аккаунтов, на которых просто 15 коммонок, поэтому не расстраивайтесь, если вскроете примерно так же само, как я. Вот, но вот 1,73 это на 15 кораблях, это, ну, можете окуп примерно, да, примерно себе представить, вот, но в целом он очень быстрый. Почему лучше больше кораблей покупать здесь сейчас? потому что, вот, допустим, есть у меня аккаунт, где 30 кораблей, и здесь у меня за буквально час, наверное, ну, может быть, чуть-чуть больше, выиграно набито 8,5 токенов, и это примерно за час. 30 кораблей. Здесь у меня 2 рарки и 1 суперарка, то есть в основном коммонки, опять же, да, но смысл в том, что когда я бью, там, допустим, 10 босса, и у меня вот эти корабли разбиты, все, да, я их снимаю, эти разбитые корабли, либо они автоматически отправляются, а отсюда набираю новые, то есть те, которые могут драться, у которых стамина есть. И вы видите, босс 4, и здесь, если у меня время еще не закончилось, то я могу продолжать драться с 4 боссом, и продвигаться дальше, дальше и дальше, то есть не надо мне начинать с самого начала. Именно поэтому хорошо иметь больше кораблей, чем 15, потому что вы сможете больше зарабатывать, ну, и, соответственно, быстрее будете отбиваться. Вот, а если у вас будет ровно 15, как вот у меня, вот я 15, да, отстрелялся, заработал себе 1,73, и все, сейчас здесь таймер выйдет, и мне нужно будет опять с боссом 1 драться. Вот так вот выглядит игра, примерно вы поняли, как это все происходит. Стоит ли покупать больше кораблей, чем 15, зависит от того, насколько вы можете времени уделять этой игре, но, соответственно, если у вас, конечно, если у вас больше кораблей, то вы больше боссов сможете проходить за 1 рейд. Ну, а если у вас все корабли ушли отдыхать, то вы начинаете опять с первого босса, и тут ничего не поделать, и выпадать вам будет за него не очень много монет, и, ну, придется вот тратить время вот опять на 1, 2, 3 босса, зарабатывать чуть-чуть, чтобы продвигаться, и на это же тратится и стамена, поэтому лучше, конечно, чтобы у вас было побольше кораблей, чтобы вы могли их менять, ну, и продвигаться. Вот так вот выглядит эта рулеточка, и вы видите, что всего 8 этих центиков мне выпало в качестве награды. Нажимаю продолжить, появляется второй босс, 5 минут отсчет, и мы бьем второго босса, пока у меня отдыхают другие кораблики. Вот, видите, когда у меня здесь какой-то кораблик устанет, я могу свеженьких корабликов добавить себе во флот, ну, и продолжать драться. Таймер не останавливается на паузу, он не становится, когда вы заходите в это лобби, вот, поэтому будьте внимательны, вам нужно успеть победить текущего босса, вот, за 5 минут, там, может быть, будут какие-то сложные боссы за более, за меньшее время, но, по-моему, всегда 5 минут дается. Вот, собственно, так выглядит игра. Сейчас, напоминаю, что вход стоит в 4 раза дешевле, чем будет он через какое-то время, буквально, там, может быть, даже уже завтра, все это будет в 4 раза дороже стоить, поэтому, если вы хотели войти в какую-то игру с минимальным таким вот вложением, слоу-банком, так сказать, сейчас есть вот такая уникальная возможность, именно поэтому я и записываю это видео, чтобы вы посмотрели, сделали свой собственный, соответственно, ресерч, посмотрели, стоит ли, не стоит, спрашивали мнение других, кто уже играет в эту игру, да, посмотрели, как выглядит сам интерфейс, что нужно делать, есть вот такие штуки здесь еще, вот, они ускоряют восстановление ваших кораблей, насколько стоит ли их покупать, я думаю, что, возможно, стоит, если у вас больше кораблей, допустим, как у меня, да, быстрее восстанавливаться, больше боссов будете проходить, но если 15, то, я думаю, что, наверное, не стоит, потому что, ну, как бы, все равно с первого босса начинать, все корабли устали, да, пока они там отдохнули, быстро ли они отдохнули или медленно, ну, да, конечно, хотелось бы, чтобы быстрее можно было их в бой отправить, но опять все равно с первого босса начинать драться, поэтому у тех, у кого больше кораблей, конечно, им выгодно иметь, ускорить или такие восстановления, ведь тогда, пока одни корабли дерутся, вторые будут быстрее восстанавливаться, ну, вот, собственно, как-то так, все, что хотелось сказать, остальные новости, остальные, там, может быть, бот, ну, бот по-любому появится, так, к этой игре, здесь кликер не поможет, здесь надо именно бот, вот, и, соответственно, какие-то подсчеты, калькуляторы, боты, все остальное, это все в паблике Телеграме, по ссылочке в описании, поэтому подписывайтесь на Телеграм, и следите за новостями, будем играть в эту игру, уже аккаунтов достаточно много у меня, поэтому будет контент по этой игре определенно точно, и вы видите, что монетки набираются, достаточно быстро, вот, смотрите, я играю сегодня, ну, вот, можно сказать, полтора часа, и 9 монет уже у меня есть, а потратил я 75 монет на 30 кораблей, поэтому считайте сами, думайте сами, но вот такая игра есть, и сейчас вход в нее стоит 4 раза дешевле, чем будет через какое-то время, поэтому нужно присмотреться и подумать, стоит ли упускать такую возможность, или, возможно, может быть, уделить этому время и зайти в этот проект. Ну, а на этом все, увидимся в следующем видео.